МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения и ваша информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Город молодости. Новочебоксарск отметил 57-летие со дня своего основания. Держит марку и избегает штампов. В Чувашии работает лучший оператор почтовой связи. По главным улицам с оркестрами. В Казани прошел фестиваль военно-духовых оркестров. О безопасности, итогах летней оздоровительной кампании и других важных темах глава Чувашия Михаил Игнатьев провел очередное еженедельное совещание с членами правительства Республики. Подходит к концу летний сезон отпусков, студенческих и школьных каникул. А это значит, что можно подвести предварительные итоги по соблюдению безопасности на воде. Ежегодно количество происшествий и погибших на воде идет в сторону уменьшения. На сегодня 34 происшествия. За купальный сезон 25 погибших. В том числе один ребенок. Несмотря на положительную тенденцию, профилактическую работу в этом направлении надо продолжить. Ведь за каждой цифрой человеческая жизнь. Отдых в различных оздоровительных и школьных лагерях в этом году прошел без ЧП. Летняя оздоровительная кампания у нас прошла без каких-то происшествий. Не было выявлено никаких массовых заболеваний. Все обязательства перед родителями, прежде всего это малоимущие родители, мы в этом году выполнили. Около 12 тысяч подростков в период летних каникул нашли себе временную работу. В большинстве своем ребята занимались общественно полезным трудом и, что самое важное, не болтались без дела по улицам. С нетерпением ждут 1 сентября родители и школьники, живущие в столичном микрорайоне по улице Гладково. Здесь наконец-то откроется новая современная школа на 1100 мест. По различным программам школы республики в этом году получат новые книжные фонды «Собственный транспорт». В республике ежегодно обновляется книжный фонд. Школы в этом году закуплено пока на 180 тысяч учебников, учебных пособий, но еще дополнительно выделено к тем 54 миллионам рублей еще 107 миллионов рублей при уточнении бюджета. Парк школьных автобусов в республике составляет 338 единиц. Все школы обеспечены в достаточном количестве. На сегодняшний день к новому учебному году готовы почти все учебные заведения республики, за исключением четырех, где еще не завершены капитальные ремонты. В этом году выделены и они освоены, эти средства, на создание более качественных условий для обучения школьников, на приобретение учебников, на наглядных пособий. Выделяются большие средства на безопасность, на доступную среду. В целом, я считаю, что вся подготовка в школе в этом году, она более благоприятная и более эффективная. Еще одна важная тема – безопасность учащихся. В этой работе нет мелочей. Камеры видеонаблюдения, охранные посты в школах, преграды при въезде на ведомственную территорию. Это с точки зрения безопасности детей, безопасности родителей только делается. Мы оперативной информацией владеем, мы обмениваем все эти информации, и Росгвардия здесь подключена, соответственно, и все эти полицейские сотрудники будут обеспечивать охрану общественного порядка. На совещании были озвучены и другие вопросы. Радион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня премьер-министр страны Дмитрий Медведев провел селекторное совещание. Тема весьма актуальна – готовность системы образования к началу учебного года. В совещании участвовали все российские регионы, в том числе и Чувашия. Везде сейчас идут последние приготовления. К первому сентября готовятся детские сады, школы, техникумы и вузы. И в каждом образовательном звене есть свои нерешенные вопросы и проблемы. Задача глав субъектов федерации – создать комфортные условия для обучения. Как сказал Дмитрий Медведев, в целом по стране к сентябрю открывается 76 школ. В этой цифре и вклад нашей республики. В этом году в Чувашии после реконструкции открывается Маринско-Посадская гимназия. Еще в восьми школах завершается капитальный ремонт. А в столице республики свои двери распахнет школа по улице Гладкова. Это образовательное учреждение нового типа, где применяются инновационные методы обучения. Оснащению иных средних школ порой могут позавидовать и вузы. В зоне личной ответственности глав – безопасность учащихся с соблюдением противопожарных и санитарных норм. Напомним, что в республике работает специальная межведомственная комиссия, которая держит эти вопросы под контролем. Особое внимание техникумам и колледжам. Интерес к рабочим профессиям растет, поэтому, считает премьер-министр, очень важно иметь региональные программы развития среднего профессионального образования. Такая в Чувашии уже работает. В ее рамках открылся межрегиональный центр компетенций. Два детских сада и три автодороги. 600 миллионов рублей на их строительство администрация Чебоксар планирует получить из федерального бюджета по программе «Жилище». Дошкольные учреждения появятся в микрорайонах Соленоя и Новый город. А новые дороги в микрорайонах Солнечный, Новый город и по улице Асламаса. Хотел бы обратить ваше внимание, ваших специалистов на подготовку проектно-смертной документации. Еще раз ее нужно качественно отработать. У нас неплохие шансы, участвуя в федеральном конкурсе, привлечь эти средства. Объем жилья, который мы будем вводить в этих микрорайонах, позволяет нам набрать необходимое количество баллов для победы в этом конкурсе. У города уже есть опыт участия в этой программе. За последние два года в Чебоксарах открылись три детских сада и одна дорога. И в развитии темы. Еще одна федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» предполагает обновление домов культуры. Два из них скоро появятся в Канажском районе. Жители села Шихазаны уже 10 лет обходятся без Дома культуры. Благо, Канаж рядом. Всегда можно съездить. Но это для молодежи. А что остается делать людям в возрасте? Ведь им тоже хочется и кино посмотреть, и на концерт сходить. Там случился у нас пожар, и дом культуры разобрали. После этого, значит, уже 10 лет у нас дома культуры нет в Шихазанах в селе. Народ очень страдает. Молодежь выезжает на дискотеки в другие населенные пункты. Проект строительства культурно-досугового центра разработан. Реализация запланирована на 2019 год. Здание клуба будет отвечать всем современным требованиям. На эти цели предварительно будет выделено около 50 миллионов рублей. Общая площадь строительства 11 тысяч квадратных метров. Объект предусмотрен на 300 посадочных мест. Общая площадь объекта – это около 800 квадратных метров. Предусмотрены там и цветники, и кустарники, и благоустройство, близлежащая территория. Это стоянка под 30 машиномест. Мы не можем говорить о нормальном развитии села без культурно-досугового центра. Он важен для села. В селе Юманово здание сельского клуба возвели еще в 60-е годы прошлого века. С тех пор капитального ремонта здесь не было, а здание ветшает. Поэтому жители решили совместными усилиями отремонтировать клуб. В первую очередь заменить протекающую крышу. Так жители вошли в программу «Поддержка местных инициатив», где на помощь приходит республиканский бюджет. Общая стоимость ремонта составила 220 тысяч рублей. В процентном соотношении у нас получилось 40 на 60. 40% мы собрались с населения, 60% мы получили с республики. В планах на будущее у нас закончить ремонт с этим клубом, фасад закончить, окна поменять. Если инициативная бюджетерия не дальше будет работать, эта программа, мы согласны дальше участвовать. Галина Титарчук, Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика. 428-005. Индекс почтового отделения, в котором работает лучший оператор связи России Диана Элеменева. За победу в этом конкурсе боролись 10 участниц, победительниц региональных этапов, об умении держать марку и отсутствии штампов в работе в нашем следующем сюжете. И так за день десятки раз. Диана Элеменева принимает и обрабатывает платежи, отправляет письма и посылки, выплачивает пенсии и переводит деньги. А еще успевает продавать открытки, газеты и журналы. На передовой почте Диана уже 4 года. Девушка рассказывает, решила попробовать себя в этой профессии по совету тети. И об этом не жалеет. Диане повезло, ей попались опытные наставники. После школы неопытные. Мы ее обучили, легко ее было учить. Она безотказная была. Все схватывало это быстро. Во всех мероприятиях она сама участвовала. Трудолюбие, внимательность и умение найти выход из сложных ситуаций. Эти качества позволили Диане справиться со всеми заданиями конкурса, которые, кстати, были непростыми. К примеру, одной из них называлась «Таинственный клиент». А у меня, получается, как раз попался человек, который хотел отправить посылку в Зимбабву. И эта посылка была как раз от матрешка. Он обязательно хотел с вложением хрупким, но по нашим внутренним правилам, к сожалению, хрупкое туда невозможно отправить. Вот это все, получается, я сказала, им объяснила. А затем еще несколько профессиональных испытаний и итог. Победа. У меня был шок. Я не могла поверить в эту ситуацию. У нас, получается, я когда взяла в руки телефон, я позвонила маме. Маме рассказала, мама мне говорит, что шутишь, что ли? Но шутка оказалась правдой. Диана действительно стала лучше, обойдя девять конкуренток. Она получила почетное звание, к нему денежное вознаграждение, приз, автомобиль и продвижение по карьерной лестнице. Лучшего оператора связи уже ждут в Чебоксарском главпочтамте. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. Новочебоксарск отметил 57-летие со дня своего основания. Ко дню города подготовили оригинальную праздничную программу. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Красочное действие на центральном стадионе, на сцене правнуки первостроителей города. Свой день рождения, а самый молодой муниципалитет республики празднует с размахом. Не любит свой город, детство и мечты. Здесь бьется часто, но понимаешь, все без лишних слов. 57 лет только начало большого пути. Глава республики отмечает, что у города хорошие перспективы. Строятся новые кварталы, благоустраиваются дворы. В этом году из регионального бюджета были выделены большие средства на ремонт дорог. Город в республике самый молодой, проживает уже почти 130 тысяч населения. И за эти годы люди строили будущее. Горожане любят свой город. Они говорят, мы – это город. Так будет навсегда. Ко дню города новые объекты. На Учбоксарске открылся современный кинозал. Это долгожданный подарок для горожан. Желаю, чтобы наш город жил и процветал еще многие века. В Новочебоксарск влюбились и солисты, и известные группы «Челси». Сразу же влюбились в чистейший воздух, который по сравнению с московским просто сразу же бьет в голову, скажем так. Пульсом бьет бит. Кумиры миллионов исполнили известные хиты. Вместе с артистами пели и горожане. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. В день рождения в городе «Спутники» открылось сразу несколько выставок. Автор одной из них – художница Иксанкт-Петербурга Елена Макарова. Портрет купца Ефремова «Светлая бабушка» в избе «Север». Всего 85 картин, выполненных в разной художественной технике. Автор – Елена Макарова. На суд зрителей художник представила свои работы впервые. Рисовала с детства абсолютно. И в другой профессии себя не видела никогда. То есть рисовать – это как воздух мне нужен. Елена родом из столицы Чувашии, но уже давно живет и работает в Санкт-Петербурге. Художественная карьера для нее началась с работы в храме. Она реставрировала иконы. Но в итоге поняла – хочет большего. Я люблю больше свободу и творчество. Там творчества не было, потому что уже конкретные художники создали какой-то объект. И мы его просто, как сказать, реставрировали, улучшали. Иллюстрациям – одно из любимых направлений художника. Произведение Бунина, щелкунчик Гоффмана. Елена украсила уже несколько книг. Все иллюстрации художник оформляет в технике ксилографии. Это как резьба по дереву. Сейчас она работает над повестью Роберта Стивенса «Черная стрела». У нее очень ровное искусство такое. Она любую работу, вот любую натуру, любой мотив, любую деталь, она даже доводит до высокой степени искусства. Понимаете? Вот. Это ее качество. Личное творческое такое качество, которого многие художники, да большинство из них, не могут достигнуть вообще за всю свою жизнь. В планах молодой художницы представить свои работы на юбилейной выставке «Акварелиста» в Питере. А потом привезти картины в столицу Чувашии. Юлия Важенина, Арена Гавилиан, Республика. Буратино, Мальвина, Баба-Яга и Карлосон. Побывать сразу в нескольких сказках, встретиться с их персонажами и заодно поучаствовать во всевозможных конкурсах жители столицы Чувашии могли в минувшие выходные. В Чебоксарах прошел фестиваль сказок. С репортажем из сказки Юлия Важенина. Человек, который верит в сказку, однажды сам в нее попадает, потому что у него есть сердце, сказал известный ученый Сергей Королев. Но сколько же можно ждать наступления этого момента? Не минуты и больше. Погрузиться в волшебство и почувствовать себя ребенком можно здесь, на фестивале сказок. Принцы и принцессы Буратино и Мальвина, красные шапочки и серые волки. Один из известных торговых центров на пару часов превратился в настоящее сказочное королевство. Я сегодня новой. Я сегодня ельца, потому что я люблю ее, потому что она волшебница. Куклы-марионетки из театра Карабаса-Барабаса устроили здесь настоящее представление, как в приключениях Буратино. И, кстати, вполне обошлись без золотого ключика. Из жаркого лета в холодную зиму огромный белый шатер переносил ребят в далекое снежное королевство Эренделл из мультика «Холодное сердце». Мой любимый герой в мультике «Холодное сердце» – это Анна и Эльза. Всего за один день жители столицы Чувашии смогли одновременно побывать в нескольких сказках. И как же можно было пройти мимо настоящей сказочной кареты? Какая девочка в детстве не мечтала стать золушкой, померить с хрустальную туфельком и превратиться в настоящую принцессу? Мечта многих здесь реальна. Кучер, мой замок, пожалуйста. С фестиваля сказок никто из ребят не ушел без подарка. А всех любителей сладкого гости из Швеции – Карлсон и Фрекенбок – угощали настоящим арбузным вареньем из огромной банки. Фестиваль сказок, как и все хорошее, закончился, но не стоит расстраиваться. Попасть в сказку можно в любое время. Главное – прекрасное воображение. Юлия Важенина, Арена Гавилян, Республика. По главным улицам с оркестрами лучшие музыкальные коллективы из разных городов России – Нижнего Новгорода, Чебоксар, Богородска, Екатеринбурга, Казани, а также из Казахстана и Турции продемонстрировали свое мастерство. Всего 500 музыкантов прошлись по улицам Казани и выступили в Кремле. В числе участников был и муниципальный духовой оркестр из столицы Чувашии. Как принимали музыкантов столицы соседней республики и кто покорил сердца публики – смотрите в нашем репортаже. Три километра. Столько предстояло пройти каждому оркестру вдоль улицы Баумана. Мы приехали в Казань для того, чтобы представлять Чувашию и конкретно Чебоксары. У нас это все достаточно ярко, красочно. Народ, ну и показать свое музыкальное искусство. Каждый оркестр играл свой марш, а у стен Кремля был концерт. По словам музыкантов, каждый коллектив к этому фестивалю готовится и планирует свой гастрольный график, чтобы обязательно попасть сюда. Фестиваль – это не только концертные выступления, но и новые знакомства. Очень много друзей-музыкантов в разных коллективах, потому что здесь и военные, и гражданские оркестры. И где-то играют наши земляки, с кем-то мы учились вместе, с кем-то просто дружим, с кем-то познакомились уже на фестивалях в Казани. На фоне мужских военных оркестров выгодно выделялись молодые девушки в коротеньких белоснежных костюмах, четко отбивающие ритм. Нижегородский ансамбль барабанщиц и мажореток впервые принял участие в фестивале «Фанфары Казани». Но девушки уже стали любимицами публики. Душа поет, ноги работают. Замечательно. Я в восторге. Мне оркестры все понравились, судя по вчерашнему выступлению, но мне очень нравятся из Нижнего Новгорода девочки. Уж очень красавица, барабанщица. Одни из самых активных участников фестиваля – женский джаз «Оркестр Фантазии», а также оркестр детской музыкальной школы номер 13 и барабанщики «Кадеты». Второй раз в фестивале участвовал самый старый оркестр в мире – «Мехтер» – Стамбульского ансамбля турецкой исторической музыки. Первые упоминания об ансамблю встречаются в старинных фолиантах эпохи Османской империи. Это очень красивый город, красивый фестиваль, и мы смеем надеяться, что оркестр «Мехтер» добавил красок к этому фестивалю. На Пушечном дворе Казанского Кремля муниципальный оркестр «Чебоксар» дал отдельный концерт. Я любительница джаза. Мне много-много лет, и я до сих пор еще прыгаю, еще стучу, отбиваю ритм. Мне все это очень нравится. Вот этот изумительный оркестр «Чебоксарский». Духовые оркестры у многих ассоциируются только с военными маршами и выступлениями на торжествах. Но на фестивале многие коллективы показали, что они могут больше. Наряду с традиционным репертуаром оркестры играли «Битлз» или «Джеймса Брауна». Ребята молодцы. Очень красивая музыка. Музыка узнаваемая, то есть подпеваемым. Ну, все прикольно, все классно, нам очень нравится. Чебоксарский муниципальный оркестр на концерте играл музыку из кинофильмов. От миссии «Невыполнимо» до «Кавказской пленницы», чем вызвал бурю эмоций и нескончаемые аплодисменты. Воспитанники чувашских спортшкол достойно выступили на летней универсиаде. На верхнюю ступень поедестала почета поднялись гимнасты Кирилл Прокопьев и Дарья Спиридонова. А Владислав Полишов стал серебряным призером. Целые сутки в пути на самолетах и 12 часов в вагоне поезда, чтобы увидеться с родными. После долгого переезда из Тайбэя в Чебоксаре неделя на отдых до следующих сборов. Владиславу предстоит подготовка к чемпионату мира. Спортсмен говорит, что учел все ошибки, допущенные на универсиаде. Шансы завоевать золотую медаль были. На перекладине не удалось мне золото заполучить. В квалификации я выполнил всю сложность, которую хотел. А в финале, наверное, что-то запереживался и не сделал всю трудность. И мне не хватило меньше, чем одной десятой. А из базы у меня, получается, убралось полбала. Чувашский спортсмен завоевал бронзу в командном многоборье и серебряную медаль в упражнениях на перекладине. Владиславу удалось обойти серьезных соперников. Соперники были те, которые на Олимпийских играх были участники. Да и не только участники, а призеры и олимпийские чемпионы. Судейство такое, что чуть-чуть где-то ошибаешься и немножко прижимать начинает. Любая медаль – это успех, я считаю. Какая бы она ни была, она все равно кропотливая и тяжелая. На универсиаде в городе Тайбэ отличились и другие воспитанники чубаксарской спортшколы. Золотую медаль в вольных упражнениях завоевал Кирилл Прокопьев, лучший друг Владислава. Обоих спортсменов еще в детские годы начинала тренировать Ирина Рудяну. Говорят, что ребята стали для нее родными. Знаете, вот этот Владик был, он такой был тихий. С него слова даже не вытянешь. И когда у него что-то не получается, он себя плакал. Говорю, Владик, ты что плачешь? У меня не получается. Я говорю, ну получится. Ну и что, что не получается? То есть, проходит много лет. И смотрю, Владик все растет и растет в гимнастике. Серьезнее становится он как-то. И Кирилл, а Кирилл Прокопьев, он тоже сам по себе. Такой другой мальчик, конечно, по характеру. Он более такой вот веселее Владика был. Победителем студенческого мирового турнира стала и воспитанница Ново-Чебоксарской спортшколы Дарья Спиридонова. В индивидуальных упражнениях на брусьях девушки не было равных. Золотой медалью гимнастку поздравил и президент страны. Вообще Чебоксарская республика по спортивной гимнастике, я считаю, гремит. Еще одна золотая медаль досталась представительнице Алатарской спортшколы. Евгения Шелгунова поднялась на верхнюю ступень пьедестала в составе российской команды. Это здорово. Мы говорим «спортивная Чувашия», «спортивная Россия» так держать. Поэтому выражаем слава благодарности всем тем, кто воспитывал этих детей. Вот так надо держать, Сергей Зелестович, и воспитывать достойных уроженцев, чтобы участвовать в сборной команде Российской Федерации защищали честь нашей любимой Российской Федерации. Всемирная универсиада для спортсменов – промежуточные старты. Теперь все они готовятся к мировым первенствам. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах разыграли кубок главой Чувашии среди хоккейных клубов. В финальном матче наша команда встретилась с ледовой дружиной из Тамбова. Счет открылся на шестой минуте матча. Первая шайба в воротах хозяев, но уже спустя считанные секунды чебоксарская команда сломила оборону противников и сравняла шансы на победу. До ухода на перерыв наши хоккеисты вырвались в лидеры. Во втором периоде тамбовчане начали наверстывать упущенное. В хозяйские ворота были заброшены три безответные шайбы. Итог матча 4-2. Главный трофей отправился в Тамбов, но у чебоксарцев будет шанс взять реванш. В начале сентября наша команда поборется за кубок губернатора Тамбовской области. Чебоксарским хоккеистам предстоят изнурительные тренировки. Необходимо провести работу над ошибками. В первые матчи ребята все на эмоциях. Где-то вышли пораньше, выскочили. Судьи сразу это присякают, дают удаление. Так что где-то, наверное, эмоции подводят. У нас много ребят, которые на травме, которые болеют. Сейчас еще вратарь приехал. Я думаю, у нас будет неделя подготовиться к этому турниру. И уже будем оптимальным составом готовиться к этому турниру. И уже выйдем биться на победу. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин